Добрый вечер, Челябинск! Меня зовут Марина Маги. Сегодня у меня тема «Худеющие понятия, не имеют кто такие стройные». Большую часть своей жизни я посвятила выздоровлению от острой пищевой зависимости. Максимальный мой вес был 92 килограмма. Еще три года назад я выглядела примерно вот так. Не самое легкое время моей жизни. Каждый мой день начинался с того, что я обещала себе сегодня. Именно сегодня тот самый день, когда я изменю свою жизнь. Но уже к обеду я не могла найти того, кто утром себе там что-то обещал, а к ужину от решимости не оставалось следа. Я уходила в срыв, наказывала себя чувством вины, выводами о себе. И так продолжалось примерно 10 лет моей жизни. Каждый день. Можете себе представить? Я думала, что не так со мной. Почему не получается? Со мной действительно было кое-что не так. Дело в том, что все это время я была худеющей. Абсолютно типичной худеющей с абсолютно типичным для худеющим типом мышления и уровнем сознания. Даже тогда, когда мне удавалось похудеть через усилия, я все равно оставалась худеющей. Сегодня моя тема называется «Худеющие понятия не имеют, кто такие стройные». И я бы хотела ее дополнить. Именно поэтому вы и не похудели. Итак, начнем. За более чем 16-летнюю карьеру тренера и последние 4 года плотной работы с худеющими я заметила, что все они между собой очень сильно похожи. А там, где есть схожесть, там и системность вырисовывается. Я делю всех худеющих на три типа в зависимости от уровня лишнего веса. Первое – это балующиеся. Лишний вес 3-5 килограмм. Второе – пострадавшие. Лишний вес 10-15 килограмм и выше. Третье – это сектанты. Лишнего веса – ноль. Перед тем, как я продолжу, хочу сказать, что все совпадения с реальными персонажами случайны. Конкретно вас я в виду не имела, только если вы сами не причислили себя к таковым. Итак, балующиеся. Балующиеся – это девушки с лишним весом 3-5 килограмм. Прямо скажем, серьезных проблем с лишним весом они не имеют. Но сигналы о некомфортных изменениях на микроуровне они уже получают. Где-то джинсы плохо сидят, купальник не застегивается. На микроуровне им уже беспокойно, но они пока еще ничего не делают. Они не готовы к тому, чтобы принимать реальные действия. Балующиеся очень любят много говорить о похудении, любят выносить мозги всем вокруг о том, что им нужно худеть. Знакомо? Я думаю, мужчины меня. Мужчины сейчас поймут, если у кого-то есть женщины балующиеся. Некоторые откровенно истерят, другие ведут себя более аккуратно, следливо гримасничают, изображая муки переживаний. Одним словом, балующиеся очень много ноют и по факту ничего не делают. Я расскажу о внутренней игре балующихся, с помощью которой они манипулируют нами и обманывают сами себя. Балующиеся не испытывают боли от самого по себе лишнего веса. Они испытывают чувство вины от того, что они видят проблему и ничего с этим не делают. Для того, чтобы как-то себя оправдать, они, первое, много ноют, потому что это дает им ощущение действия или иллюзию действия в сторону решения проблемы. Мы с вами часто так делаем, вне зависимости от того, касается это лишнего веса или нет. И второе, балующиеся принимают на себя роль мученика. Они как бы страдают. Почему страдают? Потому что мученики в нашем социуме всегда оправданы, они всегда хорошие. У нас это даже на законодательном уровне закреплено. Покаяние как смягчающее обстоятельство при определении вины. У меня образование юридическое. Хоть где-то оно пригодилось. Таким образом, балующиеся с одной стороны защищают себя фразой «я делаю», с другой стороны они хорошие и они успокаивают себя фразой «со мной все в порядке, можно продолжать баловаться и продолжать не худеть». Это такая внутренняя манипулятивная игра балующихся. За это они нас очень сильно не раздражают, потому что нам все это выслушивать. Пострадавшие. Вторая категория. Пострадавшие – это выходцы из балующихся. Принципиальное отличие от первых – это выросшая проблема и абсолютно реальные лишние килограммы. Пострадавшие – это девушки, которые уже не будут ныть. Они не будут говорить о том, что они поправились, им нужно худеть, потому что они знают, что они в ответ услышат абсолютно реальное «да, тебе нужно худеть», либо молчание, которое подтверждает их догадки. Пострадавшие уже, скорее всего, имеют проблемы с самооценкой и уверенностью. Они не любят ходить по магазинам. Скорее всего, кого-то из них уже бросил парень, сказав напрямую о проблеме. Они не любят фотографироваться. Пострадавшие испытывают боль непосредственно от самого лишнего веса. Если болью балующихся является чувство вины от бездействия, то болью пострадавших является сам по себе лишний вес. Пострадавшие также относятся к категории худеющих. Третья категория. Бывает так, что балующиеся или пострадавшие осваивают усилия, и с помощью усилия им удается сбросить лишние килограммы. Они становятся стройными, но переходят в следующую категорию – худеющих сектантов. Худеющие сектанты – это стройные люди. Физиологически у них нет проблем с лишним весом. Но проблема в том, что они до сих пор на усилии. Они до сих пор на усилии, и они заморочены. Заморочены на еде, на тему того, что они едят, когда, сколько, во сколько. Заморочены на рационе, на продуктах питания, на совместимости рациона, на тренировках. Когда, во сколько. До или после тренировки есть. Они не спокойны, они маятники. Им свойственно периодически поправляться для того, чтобы чувствовать себя живыми и снова начать худеть. Сектанты. Почему я их называю сектантами? Потому что сектантам свойственно создавать религию вокруг своего тела. Это люди, которые верят в усилия. Которые верят, что тело дается только таким нелегким трудом. Это труд нечеловеческих затрат-результат. Их объединяет вера в усилия. Я изучаю физиологию, теорию функциональных систем Петра Кузьмича Анохина. И хочу сказать так, немножко поговорить об усилии и силе воли. Есть два понятия – сила воли и усилие. И это два разных понятия, несмотря на то, что многие между ними ставят знак «равно». Усилие не физиологично. И сегодня я поговорю, чем оно чревато. А движение на энергии силы воли само по себе не опасно. Во-первых, сила воли у вас есть априори, так же, как сила в бицепсе. Вам делать ничего не нужно, чтобы ее проявить. И вы можете приложить силу воли по направлению к возможности. Потому что о воле говорится тогда, когда говорится о наличии какой-либо возможности. Когда вы двигаетесь на силе воли, вам не нужно восстановление глубокого отдыха. И сила воли не порождает страха перед будущими шагами и перед будущими свершениями. Усилие же наоборот. Усилие, в этимологии слова, это удвоение силы, если по-простому. Вы прикладываете двойную силу, вы перенапрягаетесь. Одна из сил тратится на подавление внутреннего сопротивления, которого, кстати, не должно быть с точки зрения физиологии. И только с помощью второй вы как бы делаете шаг в сторону возможности. Вся физиология основана на принципах баланса. В случае отклонения системы от нормы, система стремится к стабилизации, уравновесить отклонения на ту же самую частоту, чтобы стабилизировать систему. Другими словами, за ваше отклонение в усилии, а вы отклоняетесь, потому что происходит слив энергетический, энергетический откат, система будет стремиться уравновесить вас со знаком «плюс». Это значит, что тело за ваши усилия, вложенные в него, становится вам что-то должно. Вы накидываете долг на своё тело, а тело физиологично ничего, кроме нормы, отдать вам не может, потому что тело или организм — это как солнце или погода. Невозможно скинуть на это всё долг. Оно с нами не играет в эти игры, в должествование. Но мы научились выкручиваться, нам ведь нужно компенсировать каким-то образом усилия. И что является для нас чаще всего таким отклонением со знаком «плюс»? Это лесть и комплименты, которые мы слышим в адрес своего тела. Тщеславие не просто так было признано одним из самых базовых смертных грехов, потому что испытания им проходят немногие. Сектанты — это люди, которые поверили в усилия. И для того, чтобы уравновесить им отклонение со знаком «плюс», им нужны голоса верующих. Их тела — это тотем, храм поклонения, алтарь поклонения. Балующиеся и пострадавшие их верующие приходят каждый день в храм аккаунтов Инстаграма, ставят свечки в виде лайков. Сами же сектанты глубоко подсажены на веру в своё собственное тело, считают себя за это особенными, поверьте, я знаю таких тренеров, потому что видят, что им реально поклоняются, чем не религия. Но всё бы ничего, если бы не другой закон физиологии об адаптации к уже существующему отклонению, об адаптации к внешнему раздражителю, согласно которому любое отклонение впоследствии становится нормальным. Система адаптируется и перестаёт реагировать на раздражитель. Что это значит для нас? Это значит, что для того, чтобы система вновь среагировала на следующий раздражитель, возбудилась от следующего раздражителя, дозу нужно постоянно повышать, иначе сектанты перестают чувствовать поклонение. Это значит, что им нужны новые голоса верующих. А балующиеся и пострадавшие, они также стабилизируются относительно восприятия внешнего раздражителя, и новую свечку в виде лайка они поставят только в случае, если новое действие сектанта демонстрирует навык сверх предыдущего. Мы сами себя загоняем в систему, в которой постоянно гипертрофируем отклонение, ещё сильнее отклоняясь от нормы. И у нас образуются три категории. Балующиеся, пострадавшие и сектанты. Я напомню, что все три категории я отнесла к худеющим. Почему сектанты относятся к худеющим? Потому что, несмотря на то, что они вроде бы физиологически не имеют проблем с лишним весом, тем не менее, они в сознании своём остаются худеющими. Они точно так же питаются… Это картинка тренеров, которые не знают, как удивить своих верующих подписчиков. И уже гипертрофия такая. Сектанты точно так же питаются из идеи. Они проповедуют усилия, контролируют, запрещают, накидывают долги и ожидания на свой организм, манипулируют скоростью похудения. У них часто в жизни случаются срывы, после которых они чувствуют откат, чувство вины, наказывают себя, выводы о себе. Картина идентичная. Они ничем с точки зрения сознания не отличаются от балующихся и пострадавших. Только у сектантов добавляется ещё два глюка. Это страх потери результата и страх потери суррогатного удовольствия от вторичных выгод тщеславия. Наблюдая в своей практике худеющих очень долгие годы, сама, будучи таковой, я заметила, что худеющие забывают, как быть стройными. И они начинают моделировать образ стройных. Идя за своими моделями, простраивая модель образ стройной, кого они видят перед собой? Конечно, образ худеющего сектанта, замороченного на тему ЗОЖ и питания. Правильно. Ведь человек, который создаёт религию вокруг своего тела, он очень громкий всегда. Ему ведь нужны новые адепты, новые верующие, новые свечки в виде лайков. Они берут транспаранты, выходят на улицу и всех в свою веру пытаются обратить. И у них это хорошо получается. Худеющие действительно реагируют на эти сигналы. Но я напомню, что все три категории я отнесла к худеющим. А кто же такие здоровые стройные люди? Принципиальное отличие здорового стройного человека от худеющего в том, что здоровые стройные люди не худеют. В первую очередь с сознанием не худеют. В мыслях не худеют. Так они выздоравливают. И если присмотреться к здоровому стройному человеку, знаете, что вы обнаружите? Ничего. Ничего вы там не обнаружите. Не думают о нейде. Не думают о приёме пищи чаще, чем о походе в туалет. Не создают религию вокруг своего тела. Обнажённые фото со всех обзорных точек тоже вряд ли. На знойные комплименты в свой адрес. Такие люди будут, скорее всего, реагировать в смущение, искренне не понимая, откуда столько ажиотажа вокруг его тела. И ведь всё верно. Ажиотаж создаётся со стороны того, в чьём сознание иметь такое тело. Это труд, это усилие, это не человеческая сила. Воздержание. Такие люди пишут книги о нелёгком пути самурая и снимают о себе документальные фильмы, потому что они ждут компенсации за усилие. Для здорового же стройного человека такое тело – это естество, данное по праву рождения. И ничего сложно особенного такие люди для поддержания своего тела не делают. Здоровые и стройные люди не пойдут навязывать агрессивную мотивацию с плакатами о похудении, потому что в них нет глюка тщеславия. Они не заигрались в усилия. Здоровые и стройные люди не назовут вас жирными задницами, потому что они не злые на полных людей. Полные люди их не раздражают. Им нечего на них злиться. Озлобленно живёт там, в ком живёт усилие. Это их такая специальная игра. Чем больше они ненавидят жир и полные тела, тем легче им самим не сорваться и не зайти туда. Здоровый же стройный человек по большей части спокоен, как минимум не раздражён на полных людей. Есть одна проблема со здоровыми стройными людьми. Они не обращают на себя никакого внимания. Они по большей части незаметны. И сегодня я стою здесь. Моё выступление посвящено тому, чтобы сдвинуть ваш фокус внимания с тех, кто идёт с транспарантами, на тех, кто чаще всего остаётся незаметен. Потому что именно они должны стать для вас ориентиром. Как бы это странно ни звучало. Не ждите от здорового стройного человека, что он протрубит от своей незаметности. Это было бы очень странно. Нет, не протрубит. Здоровые и стройные люди незаметны. И ваша задача, ваша работа — обратить внимание на тех, кто они, если вам знакома проблема лишнего веса. Обратить на них внимание и начать наблюдать, кто они, как они живут, о чём они думают, как они относятся к еде. Моя сестра стала для меня таким учителем. Я жила с ней бок о бок 30 лет, и я не замечала, что она здорова. Ориентирами для меня были бешеные тренеры, которые не вынимают мотивационных слоганов из рук. Но я поняла, кто по-настоящему моя мотивация, когда поняла, к какому результату я стремлюсь. Я хочу быть такой же бешеной или я хочу быть здоровой, спокойной и стройной. Когда я это поняла, я не сказала сестре об этом. Я просто начала за ней наблюдать. И вы знаете, это изменило всё. Я поняла, почему я не худела всё это время. Потому что я вообще неправильные ориентиры себе выставляла. Понимаете, стройные сектанты после похудения становились ещё более замороченными на тему еды. В их головах появлялось ещё больше шума относительно питания. А у моей сестры шума не было. Вообще не было. Она не думала о еде. И это просто сдвинуло моё сознание, потому что я поняла, в какую сторону нужно идти. Ориентиром для меня должно быть уменьшение количества шума в голове по мере приближения к стройности. Тем более шум не должен увеличиваться. Это стало для меня ориентиром. Но, с другой стороны, это же стало для меня сильным испытанием, одним из мощнейших испытаний, потому что я стала не понимать, как не думать о жёлтом слоне. Как не думать о еде, когда ты её уже думаешь. Это действительно была очень нелёгкая задача, поверьте. Но именно она изменила моё представление. Именно поэтому я сейчас занимаюсь худеющими и помогаю им обнуляться от пищевой зависимости. Худеющие не представляют, как мыслит здоровый, стройный человек. И ваша задача действительно начать наблюдать за теми, кто в большей части остаётся незаметен, ровен и спокоен. Начните наблюдать за незаметными. Начните наблюдать за теми, кто ровно дышит относительно еды. Кто спокоен. Я уже заканчиваю, и в конце хотела бы обратиться к каждому из тех категорий, о которых сегодня поговорила. Балующиеся. Прекращайте баловство. Играть с лишним весом – очень опасная игра. И выздоровление – это очень трудоёмкий и долгий процесс. Поверьте, я говорю как человек, который до сих пор выздоравливает. Заметили изменения на микроуровне? Действуйте. Запишитесь в спортзал, сократите порции. Действуйте, не нойте, иначе вы перейдёте в категорию пострадавших. Это неминуемо. Пострадавшие. Вы можете идти на очень громкие призывы сектантов. И если освоите усилия, то обязательно там окажетесь. Вы станете ещё более замороченными на еде. Ещё больше шума в вашем сознании появится на тему еды. Вы в какой-то момент осознаете, что это был ложный путь, что вы не нашли там то, чего искали. Вы до сих пор неспокойны, нездоровы. Вы не выздоровели, вы просто перешли в другую категорию болезни. Подумайте, нужно ли вам делать этот крюк. Ведь верхняя точка – это та же отдалённая от нормы локация. Сектанты. Простите меня за такое сравнение. Знаю, что среди сектантов очень много моих друзей. Надеюсь, они не предадут меня анафеме. Я сама фитнес-тренер. И понимаю, что в каком-то смысле я плюнула в колодец, из которого сама пью. Но я просто хочу, чтобы этот колодец был чище. Я просто хочу, чтобы в нём было меньше мути. Сектанты. Вы имеете сегодня главное – стройное тело, которое красиво, которое мотивирует и вдохновляет. Сегодня вас выбирают в качестве ориентиров, балующиеся и пострадавшие. Вы имеете власть и влияние. Так станьте истинным примером здоровья и целостности живой клетки. Здоровые и стройные люди. Последнее моё обращение к вам. Скорее всего, вы даже не знаете, что вы здоровы. Я лично знаю многих здоровых, которые заразились глюком похудения, потому что все вокруг начали худеть, и они в какой-то момент решили, что это ненормально не думать о еде столько много. У меня для вас хорошие новости. С вами всё в порядке. Вы здоровы. Оставайтесь для нас примером. Ровными, спокойными. А мы будем тихо за вами наблюдать и учиться. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова